За последние 20 лет Кремль потратил 609 миллиардов долларов на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом посчитала новая газета. Самая большая статья расходов из геополитического пакета – поддержка лояльных Кремлю политических режимов – 271 миллиардов долларов. Например, за 20 лет союза с Белоруссией различная помощь стране обошлась российским налогоплательщикам в более чем 109 миллиардов. Около 100 миллиардов из этой суммы предоставленные Минску скидки на топливо, еще 9 миллиардов – госкредиты. Недавно Александр Лукашенко трогательно назвал Владимира Путина своим единственным другом. Итого больше 5 миллиардов за год дружбы. На втором месте Украина на скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло 103 миллиарда. Кроме того, Россия ежегодно тратит деньги на поддержку непризнанных республик – ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Объем помощи за последние 5 лет мог составить 32 миллиарда. Далеко не все рецепиенты помощи Кремля находятся на постсоветском пространстве. Так, объем поддержки Кремлем власти Венесуэлы превысил 20 миллиардов за последние 10 лет. Наибольшую помощь оказала Роснефть, которая выделила режиму Мадуро на различные нужды 17 миллиардов долларов. Еще одна известная геополитическая инвестиция Москвы – Сирия. Вливания в эту страну могли составить 4,72 миллиарда. Война на стороне Башара Асада с 2015 года по 2017 год по посчетам аналитического центра партии «Яблоко» стоила России 3,2 миллиарда. Затраты на крупные энергетические проекты составили 224 миллиардов долларов. Еще одна область, в которой Россия пытается реализовать свои политические амбиции – атомная энергетика. На строительство 21 энергоблока за рубежом, по которому уже подписаны контракты, государство выделало Росатому 92 миллиардов. Последняя категория в рейтинге новой газеты, прощенные долги другим странам, насчитывает 116 миллиардов. Среди них 20 миллиардов – странам Африки, в основном на покупку вооружений и рекордные 31,7 миллиардов кубе. Большинство этих денег – еще советские активы. Чтобы иметь претензии на эти долги, России пришлось вступить в Парижский клуб, признать и исправно выплатить долги бывшего СССР.